Привет, я Клифф Хэнгер, и это фильм «Сначала они убили моего отца». Маленькая девочка сталкивается с ужасами гражданской войны в Камбодже, когда к власти приходят красные кхмеры. Смерть вьетнамцам! Смерть! 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 Да здравствует непобедимая революционная армия Кампучии! 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 Фильм, основанный на реальных событиях, начинается с архивных кадров и записей президента Ричарда Никсона, которые рассказывают о Камбодже, соседнем с Вьетнамом государстве. Вторжение американских вооруженных сил подтолкнуло страну к гражданской войне. Одной из сторон стали красные кхмеры. Шаг за шагом они одерживали победу в противостоянии, окружив столицу Пномпень. В апреле 1975 года американское посольство и иностранных граждан эвакуируют вертолетами. За этим делом по телевизору и непосредственно на улице наблюдает главная героиня – семилетняя девочка Ун Лун. Она одна из семи отпрысков высокопоставленного государственного военнослужащего, поэтому беды простого народа ей далеки. Вернувшийся домой отец обсуждает с коллегой сложившуюся ситуацию. Им неспокойно от того, что американцы уходят. На следующий день, играя на улице с сестрами, Ун Лун замечает, как народ дружно приветствует вошедшую в город армию кхмеров. И только родители девочки испуганно велят зайти в дом. С балкона они наблюдают, как солдаты идут по улице, арестовывая некоторых граждан. Семья Ун Лун быстро пакует чемоданы и спускается на улицу. Мимо проходят остальные жители, волокущие скудный скарб. Кхмеры в рупоры сообщают, что город будет бомбить американская авиация, поэтому необходимо его покинуть на несколько дней. Погрузившись в пикап, семья едет по городу. Девочка наблюдает, как хмеры раздевают пленных, сажают в грузовики, некоторых выстраивают возле стены, а также запрещают фотографировать происходящее. За городом беженцы вынуждены остановиться на ночлег прямо посреди дороги. Утром их будят военные и конфискуют грузовик. Один солдат замечает дорогие часы на руке отца Ун Лун и допрашивает, где он их взял, после чего отбирает. Дальше приходится двигаться пешком, мимо воронок от взрывов и сгоревшей техники. Чтобы избежать в будущем неприятностей и задолженности, отец на ночном привале сжигает свои документы. На третий день пути Ун Лун напоминает, что они могут вернуться домой. Так говорили солдаты. Но отец объясняет, что им нужно идти дальше. Они достигают блокпоста, где военные ведут учет государственных служащих. Также отдельно уводят нетрудоспособных и тех, кто воевал в гражданской войне против хмеров. Отец героини представляется простым рабочим, и их благополучно пропускают. Переночевав среди полей, беженцы продолжают путь. По дороге Ун Лун видит, что солдаты заставляют работать в полях монахов. Духовную интеллигенцию называют паразитами общества. Чуть позже семейство встречает родственника, дядю по материнской линии. Крестьянин разыскивал их после эвакуации столицы. Посадив в телегу, дядя везет городских дальше на свою ферму. На месте Ун Лун отмечает, что родственники-то бедные, на что отец наставляет. Теперь они тоже бедные, поэтому никаких разговоров о классовом неравенстве. Разместившись, взрослые обсуждают дела. Городские, уходя не слышали звуков бомбежки. Зато сельские жалуются, что на их поля американцы часто скидывали бомбы. Именно это сподвигло большинство сельских жителей поддерживать красных хмеров. Дети в это время играют с жуками. Перевернутые на спину и беспомощно дрыгающие лапами насекомые олицетворяют собой текущее положение Ун Лун и ее семьи. Ночью девочка подслушивает разговор взрослых. Фермеры не хотят, чтобы гости оставались. Отец героини военной противоположной стороны. За него их всех могут убить. Поэтому днем городские покидают дом, запасшись на дорогу едой. Добравшись до лагеря беженцев, они располагаются на ночлег, обсуждая падение Сайгона и проигрыш американцев в соседнем Вьетнаме. Разговоры прерываются появлением грузовиков. Людей грузят в кузова и везут дальше. Утром их высаживают в новом месте, где солдаты перераспределяют народ. Беженцев на телегах везут к сельхозугодиям, отбирая ручную кладь под видом борьбы с частной собственностью. Затем прибывших определяют в трудовой лагерь под чутким надзором вооруженной охраны. Первым заданием является постройка жилья, а также перекрашивание одежды при помощи ягод. У всех должна быть одежда одинакового цвета. В пику эгоистичному индивидуализму. Начинается обычная лагерно-трудовая жизнь. Кормежка по расписанию, работа ради общего блага. К физическому труду на свежем воздухе, облагораживающему человека, привлекают и детей. Они отрабатывают пайку возделыванием рисовых полей. По вечерам политрук проводит агитационные сеансы ликбеза. Свежий урожай собирают и отвозят на передовую, бойцам, сражающимся с капиталистическими прихвостнями. При этом для самих рабочих еды остается все меньше и меньше. Старших братьев и сестру Ун Лун вскоре переводят в другие лагеря. Однажды днем дети находят возле берега разлагающийся труп со связанными руками. Видимо, его казнили. На уборке овощей героиня становится свидетельницей наказания девочки, которая съела несколько горошин. Вечером отец с братом выбирает из карманов краденое зерно, чтобы сделать запасы на черный день. Также они варят насекомых, чтобы не протянуть от голода ног, мечтая, что когда-нибудь вернутся домой и наедятся в волю. Ун Лун даже снятся сны о накрытом столе, полном изысканных яств. Проснувшись среди ночи, героиня от голода забирается в отцовскую заначку и съедает рис. Утром пропажу замечают. Понимая, что это дело рук девочки, отец ее не ругает. Но от брата воспитательную затрещину она получила. Отцу приходится примирить детей. Однажды мать Ун Лун получает разрешение навестить старшую дочь в другом лагере. Она отправляется туда вместе с детьми. Первое, что они видят, множество умерших и больных на койках самодельного госпиталя. Среди них и сестра героини. Она еще жива, но силы покидают ее. Позже, когда они работали в поле, матери сообщают, что больная дочь скончалась. Ун Лун видит со своей грядки, как мама рыдает. Девочка интересуется у другой сестры, что происходит с людьми после смерти. И та рассказывает о реинкарнации. За отцом Ун Лун приходят двое конвоиров. Они уводят его якобы на ремонтные работы по восстановлению моста. Попрощавшись с супругой и детьми, мужчина уходит в неизвестность. Девочка смотрит, как он удаляется в лес и зовет его, но безрезультатно. Отец даже не обернулся. Ночью ей снится сон, как конвоиры казнят отца и сбрасывает тело в яму, полную трупов. Посреди ночи младшая дочь просит еды у матери. Старшему из оставшихся братьев приходится красться на поле, чтобы украсть хоть что-то. Его ловит патруль и избивает, что видит он Лун. Она шла следом за братом. Избитого мальчишку отмывают от крови, пока он извиняется за то, что не достал еды. Понимая, что если так и дальше будет продолжаться, то они просто умрут от голода. Мать велит детям бежать в разные стороны, чтобы добраться до других лагерей и представиться там бездомными сиротами. На прощание мать раздает им семейные фото, чтобы они помнили о своих родственниках. Под покровом ночи дети покидают лагерь и уходят в лес. Добравшись до статуи, которой снесли голову в рамках дебудизации, дети молятся и разделяются. Брат идет в одну сторону, сестры в другую. Вскоре они натыкаются на полевой лагерь кхмеров. Солдаты направляют их к следующему трудовому лагерю. На новом месте они встречают женщину, которая присматривает за работниками. Она тут же определяет им место и обязанности. На обеде героиня представляется другим именем, как и наказывала мама. Позже, во время агит-просветки, дети вскидывают руки вверх в революционном приветствии Кампучии. Перед сном девочки рассматривают фотографии и нюхают припрятанное ранее платье – единственное напоминание о счастливой жизни в столице. Однажды Ун Лун вызывает с работы надсмотрщик. Ей дают попрощаться с сестрой, после чего вместе с группой отобранных детей уводят прочь. По дороге девочка встречает отряд детей-кхмеров, вооруженных автоматами. Собственно, отобранных работников как раз и приводят в тренировочный лагерь для детей. Занятия начинаются с обязательной идеологической подготовки. Также в программе – тренировки по рукопашному бою. Пока старшие товарищи спаррингуются, дети наблюдают. Потом их обучают ставить растяжки, мины и подземные ловушки с кольями. Разве что по вьетнамской традиции на деревьях прятаться не заставляют, да фекалиями не обмазывают. Вечером вооруженный ансамбль революционной песни и пляски устраивает показательное выступление. После курса молодого бойца детей знакомят с устройством автомата Калашникова – безотказного и бесперебойного оружия любого народного восстания. Новенькие, словно старшеклассники на уроке ОБЖ, разбирают и собирают девайс, а также заряжают патронами магазин и стреляют. Затем их тренируют на выносливость, заставляя неподвижно стоять в воде под проливным дождем с оружием в руках. Ун Лун получает разрешение на встречу с сестрой. Она в одиночку отправляется в трудовой лагерь, но не в тот, откуда ее забрали, а туда, где осталась мать с сестрой. На месте ее встречает лишь одна женщина. Она рассказывает, что всех обитателей забрали солдаты. Девочке на память осталась лишь мягкая игрушка. Ночью ей снится сон, в котором мать лежит в братской могиле, а сестра плачет рядом. Тем временем тренировки юных бойцов продолжаются. Вскоре им на собственной шкуре пришлось узнать, что такое настоящий бой. На базу посреди ночи напали. Под канонаду взрывов и стрельбы дети и взрослые хватают оружие и в панике бегут кто куда. Лагерь пылает в ночи. Ун Лун вновь отправляется в путь вместе с другими беженцами и гражданскими. По пути она встречает сестру и брата. Семья частично воссоединилась. Они отделяются от основного потока людей, чтобы обыскать остатки лагеря, где их держали изначально. Там они находят часть своих вещей и ловят курицу. Дети прибывают в лагерь для беженцев под управлением вьетнамских военных. Среди множества раненых и обездоленных они объединяются с группой других детей. Вместе проще противостоять ужасам жестокого мира. С новыми товарищами они готовят пойманную курицу, а также разделывают и зажаривают змей. Казалось бы, на фоне пережитого жизнь налаживается, но не тут-то было. Утро начинается с бодрящей бомбардировки лагеря. Дети вынуждены в панике бежать дальше, спасаясь от атаки кхмеров. Вместе с остальными беженцами они пересекают реку и прячутся за пологим островком от шальных пуль. За это время Ун Лун видит, как погибают люди, в том числе ее новые знакомые. Когда вьетнамцы скоординировались для ответного огня, героиня с родственниками выбираются на противоположный берег и бегут через лес. Девочка видит, как беглецы подрываются на миных растяжках, вроде тех, что она сама ставила в тренировочном лагере. Глядя на раненых и убитых вокруг, она понимает, что потеряла брата и сестру, и зовет их. Понимая, что нужно двигаться дальше, героиня осторожно идет вперед, тщательно высматривая, куда поставить ногу, чтобы ненароком не наступить на мину. В следующей сцене Ун Лун уже вместе со своим братом и сестрой находятся в очередном лагере беженцев. Вдруг мужчина кричит, что там поймали солдата красных хмеров и ведут сюда. Люди бегут посмотреть на него. Вокруг солдата столпились беженцы, они начинают избивать связанного пленника. Рука Ун Лун сжимается в кулак, а перед глазами пролетает пережитое за последнее время. Но вместе с тем она вспоминает своего отца и кричит «па», что заставляет остальных прекратить избиение. Бросая презрительные взгляды на Кхмера, люди расходятся. Последний уходит героиня, посмотрев ему напоследок в глаза. Ун Лун сидит на берегу и смотрит, как ребята беззаботно носятся вокруг и плескаются в речке. Блуждая по лагерю, куда прибыл Красный Крест, девочка наблюдает за родами. Позже она встречает двух старших братьев, переживших трудовые резервации. В финальной сцене уже повзрослевшие Ун Лун, ее братья и сестра молятся на руинах буддистского храма вместе с монахами. Камера поднимается все выше и выше, оставляя выживших с Карбетя, потерянных во время правления Красных Кхмеров, родственников. Фильм заканчивается исторической справкой. Почти 3 миллиона тонн взрывчатки было сброшено военно-воздушными силами США во время тайных бомбардировок на сохранявшую нейтралитет Камбоджию. За время правления Красных Кхмеров в стране была уничтожена четверть всего населения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok